Они помогают по зову души и сердца. Сегодня волонтеры выходят на аванс сцену общественной жизни Магнитогорска и страны в целом. Накануне в Центре правовой информации библиотека Крашенинникова состоялся тематический круглый стол волонтерства на территории города Магнитогорска, в котором приняли участие представители общественных организаций, общественной палаты и Магнитогорского собрания депутатов. Вот уже около пяти лет в Магнитогорске активно реализуется и развивается федеральный проект «Социальная активность». Направленный на развитие гражданского общества и вовлечение широкого круга людей в волонтерскую деятельность. Национальный проект на момент его развития, соответственно, утверждался он в 2018 году, мы имели всего 4 миллиона 100 тысяч граждан активных волонтеров. В 2023 году численность таких волонтеров, уже состоявших на учете, 11 миллионов 900 тысяч. Чувствуете, насколько государство стало внимательно уделять этой теме? Даже есть определенная концепция развития добровольчества волонтерства в Российской Федерации до 2025 года. Утверждена распоряжением правительства Российской Федерации. То есть создано все для того, чтобы волонтерство развивалось. Сегодня на государственном уровне ставится задача все больше и больше граждан вовлекать в волонтерскую деятельность. Так, в планах за 2024 год увеличить число волонтеров на 10,5% до 1 миллиона 200 тысяч человек. На год запланировано более 40 федеральных мероприятий, таких как форумы, слеты и конференции, охватить информационными ресурсами о волонтерстве до 5 миллиона граждан. Эксперта может становиться участник, который по возрасту намного младше. И здесь важно развивать вот эту профессиональную компетенцию, понимать, что сегодня наставник может быть младше своего наставляемого на 10, на 12, на 15, даже на 20 лет. Потому что появились новые технологии, потому что появились новые веяния и те сферы образования, которые можно освоить самостоятельно, дистанционно. Сегодня в Магнитогорске реализуют свои возможности различные волонтерские организации, в том числе «Серебряные волонтеры», «Волонтеры Победы», «Женское движение», «Партия Единая Россия». Задача этого круглого стола – отладить механизмы по привлечению новых волонтеров и распространению информации о волонтерской деятельности, чтобы те, кто только решил заниматься благим делом, точно знали, куда могут обратиться для собственной самореализации. Те же, кто в системе волонтерства давно, чтобы имели возможность развития и роста как профессионалов.